Ирина Шаталова. Я ее уже хорошо знаю в течение вот уже нескольких лет. Я очень рад, очень приятное знакомство. Потрясающий оператор. Это я вам гарантирую. Они сняли совершенно замечательный фильм, который называется Лина. Сейчас разговор будет не столько о создании фильмов, а скорее о показе фильмов. Проект Докер. Спасибо большое за внимание. Спасибо организаторам, что пригласили. Это очень приятно и почетно быть здесь на этой конференции. Вообще, конечно, за вот уже второй день выступления хочется сказать, что у нас, конечно, очень много общего. То есть, в принципе, вот если формально смотреть на всевозможные показы документального кино, мы в любом случае говорим примерно об одном и том же виде кино. То есть, это так называемое creative documentary. Это не телевизионное кино, авторское, независимое. И в чем-то вот все эти проекты кинопоказов и привлечения аудитории похожи. И сходство есть, безусловно, даже вот между проектом Докер и Док-Лаунж. Единственное огромное различие заключается в том, что у нашего проекта изначально не было поддержки. И, ну, мое выступление официально звучит от регионального киноклуба к международному фестивалю. То есть, действительно, когда мы начинали заниматься показами, у нас не было, ну, вот совсем ничего. То есть, мы начали с полнейшего нуля, не было никакой поддержки. Ну, и, в общем, ситуация, конечно, изменилась не слишком кардинальным образом, но, по крайней мере, сейчас мы можем говорить о каком-то выходе на, ну, такой более новый уровень и уровень хотя бы самоокупаемости. Проект Докер стартовал в 2011 году. Получилось это благодаря такой счастливой случайности, как и многое в документалистике, наверное, бывает, нужно быть просто готовым к этому, открытым. Такая небольшая команда людей, которые учились вместе, операторы, режиссеры, даже звукорежиссеры, мои коллеги. Мы очень часто встречались также, как вот Маша говорит, на кухнях, обсуждали проблемы документального кино. И все сводилось к тому, что вот в этот период времени, 2008, 2009, 2010 годы, по крайней мере, в Москве, то есть, если мы говорим о каком-то регионе, да, у нас не было возможности регулярно встречаться, показывать свое кино и обсуждать его. То есть, в принципе, не было такой площадки, где можно, например, устроить премьеру. Естественно, были известные фестивали, такие как «Послание к человеку», там, Флуортиана, не знаю, «Святая Анна» в Москве и так далее. Но вот такого места, где был бы регулярный обмен энергии между документалистами, его не существовало. Был Белый зал дома кино, куда никто не ходил, потому что там, во-первых, чудовищная проекция, во-вторых, и просто у операторов и звукорежиссеров не могли терпеть, как выглядят их фильмы на экране. И плюс ко всему была непонятна программа. То есть, мы не могли понять, по какому принципу строится программирование этого дома кино. И плюс ко всему это было очень нерегулярно. И оформилось такое желание, ну, можно сказать, мечта все-таки вот создать пространство обмена энергии российских документалистов. Изначально мы думали про кафе точно так же, как многие, что, может быть, какое-то завести кафе, показывать там кино. Но от этой идеи мы быстро отказались, попробовав пару раз, и поняли, что все-таки ну, не совсем это нам подходит, когда вокруг какое-то веселье, когда вот вокруг себя выпивают, и тут же документальное кино, и его не слышно и не видно. В общем, это был не наш вариант. Нам нужно было что-то более серьезное. И в начале 2011 года к нам обратился директор кинотеатра «Дом Жур». Это небольшой особнячок, старинный в центре Москвы, где-то там в пяти минутах ходьбы от Кремля. К тому моменту он был только что реконструирован. Там появилось два хороших зала. Маленький где-то мест на 70, и большой где-то мест на 110. Но об этих залах мало кто знал, и руководству этого кинотеатра нужна была аудитория. И они обращались к самым разным коллективам, чтобы вот им люди устроили какие-то показы, какие-то мероприятия, в общем, притащили людей, лучше молодых, туда, в этот зал. Соответственно, это было все абсолютно на голом энтузиазме. То есть не предполагалась финансовая никакая модель вообще. Люди должны были приходить бесплатно, организовывать это нужно было бесплатно. Ну и, по сути дела, в общем, никто особо не нашелся на это мероприятие, кроме нас, потому что нам нужна была такая площадка. И мы не были заинтересованы в деньгах на тот момент. Собственно, так и началась наша история. И мы начали проводить еженедельные показы, также, кстати, по вторникам в этом дом-журе. И началось все, соответственно, с социальных сетей, конечно, с социальной сети ВКонтакте, подобие Фейсбука. То есть примерно там очень-очень быстро появились люди, которые захотели смотреть кино. Первый показ был собран благодаря рассылке просто СМС-а к всем друзьям. Соответственно, они пришли. Ну и где-то на третий показ собрался вот такой вот зал. То есть, в принципе, для того, чтобы собрать вот этот зал и людей, которые не влезли в зал на 70 мест и стояли там в проходе полтора часа, пока шел фильм, нам потребовалась, ну вот, какая-то наша просто энергия. То есть нам не потребовался рекламный бюджет на это, нам не потребовалось ничего больше. То есть была какая-то, очевидно, потребность, какой-то запрос у людей. Соответственно, после того, как мы устроили вот такой показ, ну и все желающие не влезли на этот фильм, и нам пришлось устраивать параллельно в фойе на телевизоре как бы дубль показ, чтобы все остальные посмотрели, потому что они топали ногами и как-то вот очень хотели тоже попасть в кино. Затем нас перевели в большой зал, который рассчитан на 110 мест, и туда мы перестали влезать тоже где-то к пятому показу. После этого мы ввели регистрацию, что нам очень сильно помогло, потому что регистрация сразу нам начала собирать имейл-адреса. То есть мы начали составлять свою базу зрителей, которым интересно документальное кино. Естественно, ну, наверное, может быть, не стоит объяснять, что каждый фильм документально связан с какой-то областью жизнедеятельности. Естественно, тема фильма привлекает все новых и новых людей. И каждый раз был какой-то такой костяк из зрителей, но все время приходили новые, которые, соответственно, оставались. Потому что кого-то привлекала тема, а потом их уже цепляло само направление документального кино. Я чуть-чуть пропустила здесь вот такой текст. Я его оставлю здесь на английском, можно прочитать. Ну, по-русски так я продублирую. Мы не хотели придумывать какой-то манифест или вот что-то такое очень строгое и жесткое, во что нам хотелось бы вгонять наш проект. Нам хотелось, чтобы проект развивался и был гибким, и мог показывать самое разное кино. Но мы для себя сформулировали такие принципы того, какое кино мы хотели бы видеть. То есть эти принципы, конечно, не жесткие, они не были каким-то прям таким постулатом. Но это то, что нам действительно хотелось бы показывать и на чем хотелось бы концентрироваться. Я переведу на русский примерно, о чем тут речь. Что в словосочетании документальное кино акцент падает на слово кино прежде всего. Есть тысяча способов создать документальный фильм, но неизменным должно быть то, что в нем должна быть драматургия, и он должен быть интересным. И изображение и звук также важны в документальном кино, как и в игровом, потому что язык кино создан из звуков и изображений. Ну, в общем, общий посыл примерно во всех трех принципах на самом деле одинаковый. Так или иначе, мы старались ему следовать. Почему вообще возник вот этот ажиотаж? Понятно, что запрос общества – это одно, но он не может длиться вечно. Ну и друзья в социальных сетях тоже не могут приходить на каждый твой показ каждый вторник. Все-таки вот то, что интерес не спадал, мы связываем с тем, что мы фактически каждый фильм, каждый показ готовили, ну, как такую маленькую прокатную историю. Основная наша программа – это российские фильмы, потому что их было легче найти, и как раз на них был большой запрос, и с зарубежными картинами просто было бы сложно работать, особенно нам, новичкам. И проблема заключалась в том, что у большинства российских фильмов, фильмов, по сути дела, не было как таковой упаковки, особенно в 2011 году. То есть если начинать с того, что, ну, вот элементарно, у фильма не было логлайна, не было синопсиса. Приходили авторы с прекрасными картинами, но вот когда мы их просили написать аннотацию, они писали там аннотацию из одного предложения, как правило, начиная наш фильм о том-то, и, возможно, многоточие в конце, и знаки вопроса. Ну, то есть что-то, на что, в общем, вменяемый зритель не станет тратить полтора часа. То есть нужно было заново придумывать какие-то логлайны, синопсисы, ну, практически для каждой картины для того, чтобы анонсировать. Плюс ко всему, практически ни у какого фильма не было постеров. Где-то 50% картин не имели трейлеров, ну, российских. Ну, и так далее. То есть даже кадры из фильмов имели очень плохое качество. И поскольку это был такой живой организм, и нам было интересно экспериментировать, мы находили на это время, с каждым фильмом, но это не все еще фильмы, их больше, это где-то несколько сезонов, которые мы провели, с каждым фильмом мы проводили вот такую вот работу. Мы создавали ему всю упаковку, и, по сути дела, это была наша плата авторам, потому что платить мы им не могли, но мы им отдавали вот все, что мы сделали для фильма. И потом часто видели, что эти афиши, эти постеры используются в дальнейшем авторами в продвижении своих фильмов. Плюс ко всему, конечно, что было для нас очень важно, это работа в социальных сетях. Сначала она действительно начиналась ВКонтакте, потом вся наша аудитория перешла в Фейсбук. Нам было важно постоянно иметь какой-то фидбэк от зрителей, а нам было важно отвечать любому зрителю, который нам написал какой-нибудь вопрос. Даже если вопрос был не очень грамотно составлен, это было неважно. Для нас любой зритель был таким вот штучным, важным элементом процесса. Соответственно, почти у каждого показа был впоследствии фотоотчет и расшифровка дискуссии. То есть дискуссия, конечно, это очень важная часть всех этих показов. Затем где-то через полгода после всей этой деятельности... А, ну, кстати сказать, у нас не было плана заниматься этим вообще так долго. То есть мы вполне были готовы к тому, что мы через полгода закончим этим заниматься, просто попробуем. Но так вышло, что нас как-то вот затянуло. Вот. Через полгода после начала этой деятельности к нам начали обращаться региональные площадки. Соответственно, здесь это Красноярск, Сибирь и Санкт-Петербург. Было такое креативное пространство в Ткачи здесь в какой-то момент. Потом к нам начали обращаться площадки из Владикавказа, Ярославля, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода. Не все они с нами остались. То есть, ну, допустим, в Санкт-Петербурге показы проходили всего полгода, в Владикавказе год. Вот эта площадка в Ярославле, она до сих пор функционирует, и она одна из самых активных. То есть там уже есть своя собственная аудитория. Все, что им было нужно, это, ну, естественно, программы, естественно, материалы и некий такой воркшоп от нас, как вот это все делать, как продвигать это все в аудиторию. Затем потихоньку региональные площадки, как и наша площадка Домжур, им уже надоело собирать аудиторию бесплатно, и они, конечно же, сказали, что пора собирать деньги, потому что аудитория уже есть, мы уже привлекли сколько нужно. И площадки начали вводить минимальную плату, это где-то было 100 рублей, соответственно, там сколько это, полтора евро. В данном случае мы не претендовали ни на какой процент, потому что тогда у нас еще не было никакого юридического лица, во-первых. Во-вторых, мы боялись спугнуть аудиторию, то есть для нас это было нечто новое, нам казалось, что аудитория ходит, потому что у нас бесплатно. Но тем не менее, вот региональные площадки начали даже как-то там печатать какие-то постеры и делать всякие разные такие вещи для привлечения внимания. Да, ну плюс ко всему, конечно, было много вот таких исследований аудитории, это тоже было нам важно как документалистам понять, кто же эти зрители, и даже если зрителей приходило очень мало на показ, там, допустим, не знаю, 40 человек, мы все равно их всех пытались опрашивать, особенно на первых порах, кто они, откуда они пришли, первый раз они здесь или нет. И вот такой статистики тоже за годы собралось довольно много, то есть мы довольно четко понимаем, кто наши зрители и готовы ли они платить за документальное кино. Вот один из таких вопросов был, готовы ли вы платить за документальное кино в прокате. Это примерный скриншот с социальных сетей, ну, соответственно, здесь, в общем, ничего удивительного. 45% мужчин, 55% женщин, главный возраст 25-35 лет. Ну, это какая-то статистика, которая колеблется, конечно, там плюс-минус, но в целом вот она сохраняется. Да, ну, затем нам, конечно, не хотелось останавливаться только на показах, обсуждениях, мы как-то все время расширяли нашу деятельность, мы никогда не называли себя киноклубом, были против этого, называли себя проектом, поэтому мы начали делать мастер-класс, вот здесь вы видите, дворцевой, он показывал свой фильм и потом где-то в течение трех часов держал аудиторию мастер-классом. Затем были так называемые секретные показы до премьер, вот, например, здесь иллюстрация того, как Алена Полунина презентует свой фильм «Непал Форева» за год до его официальной премьеры на Римском кинофестивале. То есть это был показ, естественно, без билетов, без свободного входа для журналистов, для прессы, их было не очень много, но это был важный показ для режиссера, это была ее инициатива сделать такой показ, она обратилась именно к нам. Затем получилось так, что многим авторам, в принципе, интересно устраивать премьеры на нашей площадке, поэтому они пошли со своими премьерами тоже к нам, и им было важно, опять же, устроить показ, дискуссию, иметь какой-то вот такой, ну, фидбэк после показа. Плюс ко всему это была частично их аудитория, что было нам тоже интересно. Ну, естественно, это повлекло за собой и всевозможные кооперации с разными киноинститутами, культурными организациями, мы много сотрудничали с ГИОТ-институтом в плане программ и привоза авторов из Германии, мы сотрудничали с кинофестивалями российскими, и, в общем, это все такое, ну, это понятные действия, которые, опять же, не влекут за собой никакой экономической модели, но при этом они просто приятные. Ну, и затем мы попробовали в начале 2014 года сделать что-то вроде мини-проката. К тому моменту мы уже стали компанией, проектом «Докер», и выпустили в прокат фильм, вот, в котором я являюсь продюсером, то есть нам было легко это сделать, но просто на базе «Докера», на базе нашей уже имеющейся базы зрителей, рассылки и этого самого кинотеатра, мы зимой, после Нового года, выпустили такую документальную, непростую в плане эмоциональном картину в прокат, было 10 сеансов, ну, и, в принципе, мы довольны результатом, потому что у нас не было рекламного бюджета, у нас не было пиар-отдела и всего прочего, но, так или иначе, мы собрали там вот какой-то у нас был даже сбор с этих 10 сеансов, то есть они никогда не пустовали. В любом случае, зрители были даже на последнем из них. Ну, и я так плавно подойду к моменту того, как «Докер» стал перерастать в кинофестиваль, и вообще, почему это начало происходить. По сути дела, конечно, нам всегда хотелось показывать не только российское кино, и это было, в общем, наверное, основным толчком для создания фестиваля. И вообще, если возвращаться чуть-чуть в прошлое, то, допустим, мое первое посещение зарубежного фестиваля, такого, как «Док Липцик» или там фестиваль в Ихлове в 2008 году, он меня настолько шокировал, что просто не давал покоя, наверное, до момента, пока мы не создали фестиваль «Докер». Почему он меня шокировал? Потому что я, казалось бы, проучилась во ВГИКе на операторском факультете. Затем я интересовалась кино и ездила по разным российским фестивалям. Конечно же, я смотрела какую-то классику и доступные фильмы, которые, как сказал вчера отборщик послания, можно найти на «Рутрекере». Все это действительно было, но когда я посмотрела подряд программу вот этих современных фестивалей документального кино в Липцике и Выхлове, просто вот с утра до вечера, вот там то, что идет, да, конкурс, не конкурс, вот вся программа, которая там есть, она меня настолько потрясла, я просто не ожидала, что документальное кино может быть таким, хотя, казалось бы, я человек, который этим интересуюсь, и вообще вот это вот моя сфера деятельности и интереса. Я поняла, что мы не видели этого ни в ВГИКе, мы не можем этого найти в России, ни как авторы, ни как режиссеры, ни как зрители, и что, ну, как бы мы, в общем, лишены чего-то просто, опять же, как зрители, как авторы и как документалисты. И поэтому с того момента, с 2008 года, вот это вот, ну, была такая идея, какая-то мечта, что вот надо что-то подобное все-таки организовать в Москве, потому что в Москве никакого независимого, ну, то есть события, которое показывало независимое документальное кино, не было. Было ММКФ с прекрасной программой, но там мы, как мы знаем, там идут такие, прям, ну, хиты, то есть это действительно там лидеры проката, там победители Сандэнса, победители ИТФы, но не вот эта вот интереснейшая прослойка независимого документального кино из самых-самых разных стран. Поэтому вот эта идея всегда была на подкорке, и ее хотелось реализовать. Поэтому где-то вот уже, получается, к 2014 году мы начали об этом уже довольно плотно и серьезно думать, как это все устроить, начали ездить по фестивалям и общаться с продюсерами и дистрибьюторами на предмет поиска программ, и в качестве теста запустили информацию о предстоящем фестивале на фестивальных платформах, ну, такие, как, там, всем известный фильм «Фриуэй», да, «Фестхом» и так далее. И буквально за первый месяц мы получили несколько сот заявок, но заявки были бесплатными, то есть мы не вводили плату за это. Когда мы начали разбираться и смотреть, что же нам прислали, может быть, это совсем какое-то любительщина какая-то, ну, мало ли, потому что бесплатно, мы поняли, что там есть действительно удивительные такие жемчужины, которые нам уже сейчас хочется показывать. А что же будет дальше, если у нас сбор заявок будет в течение года идти? Поэтому мы решили не останавливаться и во что бы то ни стало организовать фестиваль. И вот в 2015 году он открылся на базе того же самого проекта. То есть здесь важно понимать, что проект не прекращался, он продолжал идти в разных городах, в Москве, там, сям и так далее. Но вот фестиваль, как некоторое новое событие, прошло в мае 2015 года. Там было 40 фильмов из 32 стран и всех континентов мира. Но на этот фестиваль у нас логичным образом не было финансирования. То есть мы, конечно же, предприняли все возможные шаги к тому, чтобы это финансирование получить. Мы сходили в Министерство культуры, мы сходили в правительство Москвы, мы обратились к нескольким спонсорам, но у нас не было там слишком много опыта. И, в общем, практически все люди, к которым мы приходили, они у нас, особенно чиновники, они нам задавали один и тот же вопрос, а кто за вами стоит? Вот. И когда мы им называли цифры, что у нас за нами стоят некие зрители, они, конечно, смеялись очень сильно и говорили, ну, приходите в следующий раз. То есть в целом идея всем нравилась, но совершенно было непонятно, с какой стати вообще мы пришли просить какие-то деньги. Поэтому мы решили, в общем, не зацикливаться на министерствах всевозможных и в любом случае организовать этот фестиваль. Но поскольку у нас не было финансирования, а нам хотелось, чтобы фестиваль все-таки состоялся и он был похожим на фестиваль, мы просто за свои деньги арендовали зал на пять дней. Вход был бесплатным, поэтому людей было много, мы его очень хорошо анонсировали. И в каком-то смысле это был действительно такой вот истинный фестиваль, потому что около входа стояла банка, в которую можно было кидать пожертвования. Тут же волонтеры фестиваля могли там раздавать какие-то печенья, которые они приготовили. В общем, это все было абсолютно несистемное, такая вот очень панковское, можно сказать, такое мероприятие. Но при этом мы обратились к очень уважаемым людям в мире документалистики для того, чтобы эти люди нас поддержали. И вот вы можете посмотреть, здесь, например, есть господин Туя, Виктор Косаковский и другие режиссеры из России, и операторы, и кинокритики из разных других стран, к которым мы обратились для того, чтобы они оценили нашу программу, не приезжая в Россию. То есть мы, конечно, поступили очень хитрым образом, мы понимали, что это очень неправильно, но это был единственный выход для того, чтобы в принципе придать этому событию некий, ну, как бы такой официальный статус. Мы сделали все возможное для того, чтобы те фильмы, которые нам были присланы, можно было показать этим людям в разных странах максимально качественным образом. И в итоге жюри было, как это называется, ну, в общем, жюри было онлайн. То есть у жюри была некая связь, они посмотрели всю программу, короткометражную и полнометражную, затем они долго переписывались, общались, спорили по скайпу и вынесли свои вердикты. Почему это было так же важно нам? Потому что нам хотелось понять, насколько наша программа вообще конкурентно способна. И после вот этого мероприятия мы поняли, что, в общем, видимо, мы двигаемся в правильном направлении, потому что в целом все оценили программу очень хорошо. Но у нас осталось, осталось как бы такое долго за нами, нам стало ужасно обидно, что такое прекрасное жюри выбрало победителей, что, конечно, кто-то из авторов приехал, кто смог приехать. Вот, например, здесь стоит автор из Австралии София Туркевич и автор из Великобритании, но это очень мало людей, которые вот мы как смогли их разместить, так мы их разместили. Как смогли им помочь, так и вот и помогли приехать в Россию. У нас не было никаких официальных возможностей. При этом, да, людей, вот, ну, как вы видите, людей было много, все очень радовались, смотрели документальное кино, задавали вопросы и так далее. Мы поняли, что есть незакрытый долг за нами, и мы должны хотя бы призеров этого первого фестиваля, такого панковского, привезти в Москву. Поэтому мы запустили краудфандинг. Краудфандинг состоял в том, чтобы привезти фильмы победителей и сделать некий второй этап фестиваля. И тут началась, конечно, такая прям вакханалия как бы среди наших зрителей, потому что всем это все ужасно нравилось. Они покупали подарки, какие-то термосы, появился хэштег «Дог спасет мир». Марина Разбешкина дала право сделать подушку сны Марины Разбешкиной. Ну, в общем, было очень много смешной разной деятельности, которая нам придавала много сил. Мы веселились все лето, потому что мы все лето собирали эти деньги. И, в общем и целом, как-то все это подстегивало и зрителей, и нас, и нам казалось, что все это реально. И действительно, прошел успешно краудфандинг. Мы не очень много просили денег, но нам было важно, чтобы была какая-то такая активность. Помимо этого, мы начали обращаться к разным экспертам, скажем так, с тем, чтобы те посмотрели фильмы «Победители» и выразили свое мнение. И своим экспертным мнением привлекли, возможно, других зрителей, а, возможно, и каких-нибудь спонсоров. Такая возникла у нас, закралась нам мысль. Если мы можем посмотреть три минуты ролик небольшой, вот примера такого, каким могло быть экспертное мнение, это были совершенно разные люди. Ну, в данном случае я хочу показать ролик с композитором и певцом Петром Наличем, который посмотрел фильм, связанный с такой перуанской самоидентичностью, поиском перуанцами себя внутри их национальной музыки, скажем так. И, да, здесь очень важно, что мы просили, чтобы мнения были максимально простыми, просто на эмоциональном таком уровне, наверное. Там должны быть субтитры, если что. Сейчас посмотрим. Фильм длинный, и когда я начал смотреть, думал, что, наверное, будет тяжеловато. Но оказалось, что эти два часа на одном дыхании прошли. Это прям такое впечатление, что уже там 20 тысяч лет назад спели. То есть буквально, как там, там, вау, вот это, вау, вот это, вау, вот это, вау, вот это, как это бабушка там сделал, замечательно. И все остальные подпевали, так и просто, как это восклицание. То есть это совсем что-то такое едва-едва зашедшее от речи, но при этом это удивительно свежо и как-то выстроено четко, просто не по форме, просто и здорово сделано. То есть куплет, потом будет завоевание, куплет, завоевание. Чуть-чуть сюжета там есть, то есть люди как бы они собираются, в разных местах приходят, то есть фестиваль, при этом все сопряжено с чудесной природой, сопряжено с всякими переживаниями и мыслями вообще о жизни этих замечательных людей, равных. Где-то там гора более этническая музыка, ближе к Лиме, она более такая классическая, латиноамериканская, все все вместе соединяется, все это чудесно, восхитительно, очень интересно. И все, что будет постепенно вырастать, то есть еще еще сопрягается с африканским элементом, который принесет сюда, чернокожим ребятами, не все, как они там отбивают всякие эти свои кафоны и бубные тарелки, это совершенно чудесно. И как это все сочетается с индейской культурой, а потом и с латинориканской, которая уже как бы над этим уже из этого сама выросла, то есть именно такая вот городская тангообразная, скажем так. Но все это вместе, конечно, удивительный питательный бульон, на котором, я думаю, все музыканты будут рады его попить и вкупаться в нем, не знаю, что с ним сделать. И я очень рад, что такой фильм в Москве смогут увидеть много-много людей, это слово, по-моему. Ну вот вполне логичная такая схема, где есть какой-то эксперт, все ведет на компанию краудфандинга, потом уже это перестало туда вести, потому что нам в целом понравилась идея опроса разных людей о наших программах, о документальных фильмах. И мы как-то вот погрузились в то, чтобы потом у нас начали просто говорить про документальное кино, просто симпатичные нам люди. Мы начали приходить уже вот к Чулпан Хаматовой, к Анчаловскому, к актерам, писателям, музыкантам и так далее. В общем, мы поняли, что это как-то даже нас подстегивает, потому что иногда мы так опускали руки сами, приходили вот к этим людям, они нам говорили, вы что, вы как врачи, вы там вот делаете доброе и прекрасное дело. И мы, в общем, вновь как-то, вновь нам было как-то действительно понятно, почему мы этим занимаемся. Да, значит, ну в итоге состоялся второй этап, приехали все 10 авторов, и не только авторы, но и даже герои некоторых фильмов. Это был такой фестивальный уикенд, мы действительно смогли, у нас хватило на него денег, мы не впали в кредиты, в долги, мы все провели примерно так, как мы и хотели. Действительно, это было такое важное событие, вот можно посмотреть, здесь очень много всяких разных фотографий. Это был уже другой зал, не этот особняк в Москве, это был уже кинотеатр «Иллюзион» чуть больше. Ну и в целом, конечно, мы выполнили некую миссию, которая нам не давала покоя. И так я плавно перехожу к фестивалю уже следующему, фестивалю 2016 года, который прошел не так давно. Но там чуть-чуть все строилось по другой совсем модели, мы уже понимали, что мы не сможем бесплатно все это проводить, поэтому мы изначально начали искать финансирование, и, конечно, вот этот вот опыт, который предшествовал, он нам очень сильно помог, потому что даже те же экспертные мнения, они очень влияют на мнение спонсоров. И даже если спонсоры понимают, что у нас нет государственного финансирования, им убедить их помогают какие-то известные люди. Поэтому мы изначально нашли бюджет на фестиваль, он был не очень огромным, но мы понимали, что на этот раз мы сможем привести жюри, мы сможем привести авторов, и, в общем, в любом случае мы сможем это сделать при помощи, конечно, волонтеров и огромной команды, и того запала, который был на фестивале. Ну и в итоге мы перебрались к 2016 году в еще больший кинотеатр, в кинотеатр «Октябрь» в Москве, там проходило это в нескольких залах, плюс ко всему, помимо кинотеатра «Октябрь» была площадка на открытом небе, музеон под открытым небом, и площадка в театре Ермоловой на новой сцене, то есть в трех местах в Москве проходили мероприятия в течение шести дней документальные, вот примерно так это как-то выглядело. И, наверное, у меня же есть, да, еще какое-то время немножко, есть, да? Тогда для того, чтобы для какой-то полноты картины и понимания, как выглядела программа в этом году, и какого рода фильмы были, я покажу трейлер этих фильмов. Здесь вы можете видеть жюри 2016 года, это полнометражный конкурс «Пири Охон Касселу», автор фильма «Три комнаты меланхолии», наверное, вы ее знаете, Майк Лернер, продюсер из Великобритании, и Михаил Ротгаус из России, также краткометражное жюри и жюри нового конкурса «Лед IT Док», который появился благодаря тому, что нашим главным спонсором стала IT-компания. Вот поэтому мы придумали этот конкурс, который нам показался симпатичным, и мы даже как-то об этом совершенно не пожалели, что мы его придумали. Вот сейчас посмотрим трейлер. Трейлер главной конкурсной программы 2016 года. Сейчас, если я все правильно включу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и вот опять же можно здесь увидеть, что помимо основного спонсора были всевозможные культурные центры, которые помогали, в частности, Геотинститут привести немецкого автора, посольство Канады привести канадского автора. Ну то есть это вполне такая понятная для культурных мероприятий работа, которая тоже очень помогает провести большой фестиваль. Ну вот, собственно, примерно такой путь нам понадобился переехать из зала на 70 мест в зал побольше, 5 лет нам потребовалось. Конечно, мы не вышли на какую-то действительно экономическую, скажем так, модель. Мы все равно продолжаем заниматься регулярными показами, но для себя внутренне мы решили, что наши показы будут проходить реже, что мы все-таки постараемся собирать какие-то небольшие сборы, платить авторам и оставлять что-то себе, потому что существовать в режиме киноклуба мы уже, к сожалению, не в состоянии. Но, наверное, это логичный рост. И вот, кстати говоря, мы, конечно, продолжаем следить за нашими соцсетями, очень активно все время смотрим, что там происходит. Вот последние новости, собственно, с послания к человеку. Здесь вот есть небольшой ролик. Люди смотрят наши поклонники. Мы можем увидеть, что в Фейсбуке у нас сейчас 6785 фанатов проекта Докер. Цифра не очень большая, наверное, для бизнеса, но для нас она большая, потому что мы знаем, что каждый человек из этих 6785 наш зритель, он когда-то бывал на нашем показе, и это очень важно для нас. И здесь вы можете видеть некую карту на обложке этой группы. Это карта, которая появилась после фестиваля в мае. Разные мероприятия в России, также кинофестивали и разные недели кино начали приглашать нас как представителей программы или каких-то кураторов на свои мероприятия. И вот сейчас наша команда посещает эти прекрасные города и несет имя Докера дальше, вглубь России. Ну, наверное, так вот, пожалуй, все, что я могла так рассказать про историю этого проекта. Вот какие-то ресурсы, контакты. Мы, наверное, еще стоит сделать ремарку небольшую, поскольку здесь постоянно возникал вопрос о интернет-платформах. Мы попробовали и это тоже сделать, конечно, в тестовом абсолютном варианте. Здесь мы даже не претендовали ни на какую серьезную основу. Но, тем не менее, мы сделали такую страничку Docker Project Online и то же самое на русском. Здесь немножко что-то с форматом экрана. Ну, в общем, здесь 7 или 8 фильмов, которые можно посмотреть на Vimeo On Demand. Такой любопытный опыт, то есть мы эти все картины тоже подготовили. Это было, естественно, авторы, в общем, сами нам предложили эти фильмы предоставить на платную платформу. Поскольку, опять же, нет рекламного бюджета, все это идет таким очень смешным образом, то есть, может быть, раз в месяц кто-нибудь вдруг посмотрит фильм «Кардиополитика», например. Но при этом наверняка российские документалисты помнят, что была такая история с фильмом «Варя», который вдруг запретили его прокатывать в наше Министерство культуры. И режиссер этого фильма, Алена Полунина, попросила нас сделать вот такой платный прокат онлайн этого фильма. Сейчас он уже выложен в открытый доступ, но в какой-то момент он был закрытым и стоил 2 доллара. И вот, наверное, благодаря вот этому скандалу все-таки авторам удалось немножко собрать денег на этих платных показах. Там было в пересчете на евро на порядка 400 евро. Ну, хоть что-то вот они собрали. Мы им в этом помогли просто как платформа. Спасибо. Большое спасибо. Это великолепный проект. Проект вы начинали, ну, как камекадзе, правда? Но теперь ситуация стабилизировалась, и меня просто немножко беспокоит ваше положение. Вы очень справедливо волнуетесь. У нас нет никакой, как бы, системы и стабильной базы. Мы просто сами начали себя чуть-чуть ограждать от рисков. Ну, мы устали немножко, поэтому... Мы не будем себя вести, как совсем камекадзе. Мы будем чуть-чуть более подготовлены. Мне хотелось сказать следующее. Вот на первом фестивале, который я посетил, я думаю, что этот опыт вы повторите в 2016 году. фестиваль был связан не с тем, какой там лучший фильм, для того, чтобы лучший фильм выбрать, а назначались призы лучшему режиссеру, лучшему звукооператору, лучшему композитору и так далее, и так далее. Да, таким образом, это была очень интересная такая попытка отдать до той команды, которая стоит за созданием фильма. Выделять профессии внутри документального кино. Это довольно большая редкость на фестивалях, когда там звукорежиссеры документального кино могут выделить. Для нас это важно. Это очень важно. И это происходит потому, что организуют этот фестиваль те люди, которые сами снимают кино. И вы должны также рассказать о политике вашего фестиваля, о политике составления программы, выбора программы. Как бы вы ее охарактеризовали? Судить нет единого направления. Может быть, это глупо прозвучит. Но когда мы об этом задумывались, о том, какой будет программа, мы с командой фестиваля, которая составляет где-то 10 человек, которые принимают участие в том числе в отборе, мы договорились, что у нас не должно быть ограничений тематических, у нас не должно быть ограничений географических. И даже жанровых. То есть понятно, что кто-то из нас, тех, кто делает документальное кино, допустим, не любит реконструкции, например. Но при этом мы не запрещаем себе такие фильмы выбирать. То есть, наверное, главный подход был представить максимально возможную палитру независимого кино. Но при этом это, как правило, фильмы, которые приходят... То есть это фильмы, которые приходят либо напрямую от авторов, либо от небольших дистрибьюторов. То есть у нас были в этом году фильмы, допустим, из «Тосковский фильмс» и из других компаний, но все-таки чаще это напрямую работа с независимыми авторами. Особенно, что касается таких регионов, как Латинская Америка, Азия, Африка. Первый год существования фестиваля было представлено 40 фильмов, 32 страны. Таким образом, фестиваль также транслировал какой-то глобальный взгляд. Вот кто несет основную ответственность? Если у нас в лонг-листе много фильмов из одной страны, скорее всего, мы частично откажемся от них и в пользу каких-то других стран. И вам нравится это количество 40 фильмов, или вы хотите нарастить свою программу? Зависит от бюджета, потому что бюджет на следующий фестиваль мы только начали собирать. Потому что если вы сравняете вашу ситуацию с другими фестивалями, допустим, Лейпциг и многие другие, там представлено же 200 фильмов, 300 фильмов. Таких амбиций и возможностей нам нравится последовательное движение от киноклуба к проекту, проект к фестивалю. И мы за то, чтобы не было никакого давления и насилия в этом вопросе. Спасибо. Есть ли еще какие-нибудь вопросы? Пожалуйста. У меня, конечно, вопрос про работу с регионами. Я слежу за вашим проектом давно. Я только до сих пор понять не могу, как вы действуете с региональными площадками. Они начинают уже действовать под вашим брендом и являются такими вот докерами в регионах. Или вы все-таки время от времени с ними работаете, а так в свободное время от вас они действуют по своей программе? Нет, скорее они являются представителями докера. То есть изначально, когда какая-то инициатива появляется, мы объясняем правила работы, что для нас важно, чтобы был какой-то один куратор, ответственный за показы, чтобы это был человек, которому хотелось бы этим заниматься и который бы это не бросил через две недели. В каком-то смысле мы тестируем их и даже приезжаем на открытие площадки где-то в другом городе для того, чтобы понять, насколько это все соответствует действительности. Мы всегда просим фотоотчеты и вообще постоянно следим, как у них идут дела. И, ну вот, допустим, Ярославль, как такая самостоятельная площадка, они даже создали вот все те же ресурсы наподобие нашего, но только докер в Ярославле, и они занимаются только этими показами. То есть вот там они проходят два раза в месяц, они готовят их как события, они придумывают, кого пригласить из спикеров туда, напрямую связываются с режиссерами, иногда могут оплатить им даже дорогу до Ярославля. То есть, с одной стороны, они автономны, но с другой стороны, они не могут взять и начать показывать все, что им захочется. Мне хотелось бы получить комментарий от критика, человека критического ума, которого мы слушали с вами вчера. Я думаю, что у вас есть опыт общения со многими фестивалями в России. Что вы думаете об этом? Какова ваша точка зрения? Ну, действительно, в России фестивали, вот если говорить так, просто как про них, про общую массу, про статистику, несколько десятков. От атоматических, старосоветских, до коррупционных, каких-то распилочных. Но докеровская инициатива, особенно с ирином педантизмом, таким своеобразным простодушием и любви к последовательности, очень приятная такая. Можно с профессиональной точки зрения, не его весь разнести в пух и прах и сказать, что все делается с задором, но на коленке. Но это вот настоящая, живая, даже не низовая, а какая-то прямо такая импульсивная инициатива, которая, в общем, как снежный ком развивается. По-моему, по-своему уникальная и приятная, что есть. Ведь человек стоит, улыбается, доволен всегда. Приятно, когда человек то, что он делает, любит. И это чувствует и зрители, и вот мы тут сидящие. Спасибо. Прям приятно слышать. Антон бывал у нас на нескольких показах. На нескольких.